Всем привет и добро пожаловать на мой канал, это Алена Петухова и в этом видео я хочу поделиться с вами кое-какими своими обновками в разделе уходовой косметики. Если вам эта тема интересна, тема ухода за собой, своим внешним видом, как ухаживать за кожей можно зимой, то пожалуйста оставайтесь со мной и продолжайте смотреть это видео. Прежде всего хочу сделать маленькую ремарку, это мое первое видео вот в таком формате, сидя перед камерой дома с новым цветом волос. Я постоянно сейчас наверное буду смотреть в видоискатель или как там это называется и привыкать к себе, ну то есть я к себе тоже давно привыкла, потому что я покрасила волосы недели три назад или две, ну что-то такое. Но на камере это все равно интересно и у меня есть легкое ощущение, что я сейчас очень хорошо мимикрирую под задний фон. Но я практически, мне кажется, сливаюсь с цветом стен и с тем, что стоит у меня на комоде. Надо что-то придумать. Напишите мне, как вам сочетание меня с моим задним фоном, может быть стоит каких-то ярких акцентов добавить. Вообще я тоже сама еще подумаю. Хотя я очень люблю на самом деле сдержанные пастельные цвета и почему-то, особенно этой осенью, у меня такое пастельно-нежно-бежевое настроение, так что мне кажется, что мне все нравится. Я так думаю. Так вот, давайте вернемся к теме видео. Видео будет, я предполагаю, не слишком долгим, потому что это такое небольшое будет предисловие к хорошему большому видео о зимнем уходе, который я готовлю. Но поскольку довольно такой существенной частью моего зимнего ухода в этом году будет целый ряд средств, о которых я хочу рассказать сегодня, если я это стану делать все и сразу, и про маски вам рассказывать, и про вот этот вот уход, и про увлажнение, и про очищение, и вообще про все, мы будем сидеть с вами час. Поэтому я решила сначала рассказать о новом вообще этапе, новой эре для меня в уходе за кожей лица отдельно, про то, что я для себя выбрала, почему, почему сейчас, и уже потом будет целое видео, где тоже эти продукты будут показываться, но я не буду так подробно все разжевывать. Итак, какие продукты я имею в виду? Я первый раз в своей жизни мне 31 год решила зимой, этой зимой, ну сейчас как бы осень, формально ноябрь, но по сути у нас вот на днях выпал снег, и сейчас, когда я снимаю это видео, за окном у нас очень красиво, так прям вот по-новогоднему уютно падает крупными хлопьями снег, то есть у нас абсолютно неактивное солнце, каждый день практически пасмурно, небо затянуто облаками полностью, и это то самое время, когда можно начинать уход с кислотами, то есть в свой уход за лицом ежедневный, включать средства, содержащие в себе кислоты. Я раньше, честно, никогда не покупала такие продукты, у меня есть легкий энзим пилинг, там содержатся фруктовые кислоты, кислоты ананаса, но он очень нежный, очень бережный, и его можно делать даже летом, он не вызывает пигментацию, он никак негативно не влияет на кожу, то есть он абсолютно безопасен для любого времени года. И, соответственно, я решила, уже тут мелькает бутылёк, соответственно, я решила в этом году и зимой, поскольку возраст как бы уже не 21, а 31, я решила включить именно средства с кислотами для домашнего ухода. Наверное, очень эффективно делать, ну, по потребности, опять же, кожи, какие-то уходовые процедуры с сильным содержанием кислот в салоне, это исключительно там, но я решила начать с чего-то более легкого, поскольку я никогда, повторюсь, подобную косметику не использовала, я решила начать по чуть-чуть. Со своим косметологом я уже обсудила этот вопрос, и мы решили с ней сделать пилинг, я обязательно буду снимать влог, когда я туда поеду, но это будет тоже, знаете, не желтый пилинг, если не знаете, что это такое, прям наберите, это очень такой агрессивный достаточно процесс, он не каждому типу и не каждой коже подходит, именно это зависит от состояния и проблемы, если она есть, тогда да, там не желтый, не химический пилинг, а какой-то достаточно деликатный, который подойдет именно для меня и для моей кожи, потому что в целом она в хорошем состоянии для моего возраста, для моего образа жизни, для места, где я живу, в целом у меня все хорошо, потому что я ухаживаю сама дома, очень тщательно за своим лицом, о чем тоже расскажу, длинное предисловие, я знаю. Я пересмотрела достаточно приличное количество видео, обзоров здесь на ютубе у разных блогеров, и для себя, как первое средство с кислотами, выбрала линейку фирмы Derma E, она продается на iHerb, это не реклама, скажу сразу, я заказывала эти средства сама, за деньги, просто я делюсь с вами тем, что я выбрала для себя, и уже пользуюсь недели, наверное, две точно, может быть, две с половиной или около трех этими продуктами. Что у меня есть? Первое, собственно, что я держу в руках, это тоник. Тоник, написано укрепляющий тоник, в нем содержится альфа-липоевая кислота, и витамин, одна из форм витамина С, я так понимаю, это их конкретно продукт, разработка, называется С-эстер. И, в принципе, вся практически серия здесь, которую я буду показывать, она вот эта вот, вот эта серия с альфа-липоевой кислотой и С-эстером. Что хочу сказать, в целом о всей косметике. Есть один момент, который ее объединяет, вот эту линейку, это специфический запах. Я, как человек, который не пользовался кислотами, не знала, что эта косметика будет так пахнуть. Я не скажу, что она дико воняет, или очень неприятно пахнет, или я не могу потом дышать и ходить с таким лицом, нет. Душка достаточно быстро выветривается, но сам запах очень специфический, я, честно, даже не могу его описать. Он не приятный, то есть он не отвратительный, но это неприятный запах, который там, какая прелесть, отдушка, там, не знаю, розы, или просто уход. Нет, это какой-то конкретный такой специфический аромат, который мне не очень нравится, но я готова терпеть, если это работает. Тоником я пользуюсь и всеми остальными средствами только вечером, на ночь, потому что утром, днем, даже если у меня пасмурно за окном, я использую увлажняющие крема и или крема с SPF, потому что нужно все равно предотвращать риск появления пигментации. Так вот, тоник, просто умываюсь обычной своей умывалкой, потом смачиваю ватный диск, протираю лицо. Чувствуется легкое пощипывание, легкое покалывание, это говорит о том, что продукт работает, так и должно быть. Если вы используете продукт с кислотами и ничего не чувствуете, значит в нем, скорее всего, нет кислот, потому что иначе ощущение хоть какое-то должно быть. Даже если вспомнить, опять же, пилинг, про который я говорила с фруктовой кислотой из ананаса другой фирмы, все равно, когда я его наношу, легкое пощипывание, покалывание, я ощущаю. Они именно так работают, они отшелушивают омертвевшие клетки, и поэтому такие ощущения. Здесь тоже есть это ощущение. Дальше вечером я наношу после тоника укрепляющую, подтягивающую сыворотку, серум. В коробочках храню, не знаю, почему мне нравится так делать. Вот так вот она выглядит, здесь у меня уже чуть-чуть использовано, я уверена, что мне хватит на этот сезон точно полностью, и возможно, еще останется на следующий год. Нужно посмотреть по сроку годности, допустимо ли это, кстати, косметика производится в США, если что. Так вот, здесь еще сильнее я начинаю ощущать, вот это покалывание пахнет так же абсолютно, тоже запах не вау, но главное, чтобы работало. И те участки, где у меня, например, есть... У меня присоединился мой маленький помощник, и поэтому если вы будете слышать за кадром какое-то шебуршение или еще чего-нибудь, не обращайте внимания. Так вот, если у вас есть какие-нибудь прыщики, какие-нибудь воспаления на лице, эти места будут пощипывать еще сильнее. Но это тоже логично, там кожа, она не равномерная, не идеальная, она немножко воспаленная, травмированная и так далее. Прикольно, работает тоже, я чувствую, что работает. Она, кстати, очень быстро впитывается, и после нее, после вот этого вот серума, я наношу еще крем. То есть я взяла прям целый комплекс по уходу за лицом, тоже этой же фирмы, этой же линейки, альфа-липоевая кислота и цестер. У меня это подтягивающий, укрепляющий, увлажняющий написано крем, но вы знаете, что необычно? Он очень густой. Для меня увлажняющий крем, это что-то такое, ну если не гелеобразное, то очень такое... Таня, нет, нельзя под штатив, нельзя, он может упасть. Это что-то очень такое гелевое, ну вот реально увлажняющее. Здесь крем, вот, он вот такой густой, он действительно прям плотный. Ну для меня, он не жирный, конечно, поэтому не сказать, что он питательный, но это необычный увлажняющий крем. Крем именно по консистенции для меня. И вы знаете, впитывается он просто мгновенно. Его бывает даже мало, то есть я беру привычное для себя количество, наношу, например, там на зону, на какую-то, на лоб или на щеки. Начинаю его распределять, все, его уже нет, мне его как будто не хватает, я наношу еще там по чуть-чуть. Но перебарщивать тоже, конечно, не хочется, потому что, возможно, к хорошему это не приведет. Вот, пользуюсь этим кремом, все, ну под глаза обычный уход, там питательный какой-то крем, это я уже покажу в другом видео, потому что там, естественно, средство без кислот. Вот, и плюс у меня еще есть, я себе взяла пилинг ночной, который не нужно смывать. Этой же фирмы с АХ-кислотами, то есть чуть-чуть другая линейка, не альфа-липоевая, а просто АХ-кислоты. Вот, баночка точно такая же, как у предыдущего средства, который был серым, да. Здесь у нас пилинг, который вы наносите на все лицо, он достаточно легко распределяется, он по консистенции похож на тот пилинг, которым я всю жизнь пользуюсь, про который я уже несколько раз сказала в этом видео. Так вот, и здесь я его оставляю на ночь, немножко это доставляет дискомфорт просто, что ты спишь и тебе как бы нельзя там лишний раз на бок лечь или как-то лицом подушку потереться, потому что ты все сотрешь. Но раз-два в неделю, ну два это максимум, наверное, обычно я просто раз в неделю делаю этот пилинг на ночь, а еще раз в неделю я делаю полный уход с масками. Вот сегодня как раз я его буду делать, это пилинг другой, потому что этот на ночь нужно оставлять, а тот я могу смыть, потом глиняно очищающая, потом либо питание, либо увлажнение, либо еще что-то. Его эффективность, как и в принципе эффективность всех этих средств, ну да, я пользуюсь ими там 3 недели, 2-3 недели, но конечно можно будет сказать о каких-то результатах через 2-3 месяца, что я обязательно тоже сделаю. Сейчас я просто рассказываю, что взяла себе, потому что возможно вы находитесь в поиске, как я находилась вот типа 4 недели назад или месяц назад, смотрела, чтобы себе такое взять. Вот я взяла эту косметику на данном этапе, по комфортности я ею довольна, она не вызывает шелушений, не вызывает покраснений, нет никаких сложностей с тем, чтобы на следующий день, например, пойти там на работу, то есть вы не сделаете себе никаких ожогов лица или что-то такое. Поэтому ее можно абсолютно спокойно использовать вот на ежедневной основе, вам не нужно для этого уходить в отпуск и бояться потом выйти на улицу. Вот в целом, если вдруг не знаете, зачем нужны кислоты, они помогают запустить процесс регенерации кожи. Это особенно актуально после 25 лет, когда кожа начинает терять коллаген, терять свою эластичность, упругость, сильнее теряет внутреннюю гиалуроновую кислоту, она не вырабатывается просто так. И нам необходимо помогать коже, ну такой пинок ей давать, чтобы она сама начинала это вырабатывать сильнее и подгружать это извне. Кто-то колет себе витамины и ту же гиалуроновую кислоту, кто-то мажет. Сказать, что одно эффективно без другого я не могу, лучше делать все в комплексе, но я пока никакие инъекции себе не делала. Возможно, начну в этом году делать что-то типа мезотерапии или биоревитализации. Потому что, опять же, советуюсь своим косметологам, она мне сказала, что мне не нужны какие-то прям там вау, экстренные, шоковые действия, мероприятия. Вот. Поэтому вот такие средства, которыми я на данном этапе довольна, которые я чувствую, что работают на моей коже, а пролонгированный эффект мы с вами увидим через несколько месяцев. Если вы ищете для себя косметику с кислотами, обратите внимание на Дерма-Э. Она, еще раз повторюсь, доступна на iHerb. Абсолютно вообще легко можно заказать. Всегда, по-моему, есть в наличии. И на этом у меня на сегодня все. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Лично я, если бы искала, чтобы мне заказать себе из кислот и увидела такое видео, где целый комплекс подобран, я была бы очень рада, честно. Вот. Буду счастлива пообщаться с вами в комментариях. Если вам понравилось это видео, поставьте пальчик вверх, мне будет очень приятно. Для меня это очень важная обратная связь от вас. Все. Целую всех и обнимаю. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok